Ну вот, ответы получили. Теперь можно задумываться о новых вопросах и присылать их к нам. О погоде стоит узнавать, потому что разнятся, например, народные приметы, синоптики, у кого-то там суставы начинают ломить, и все это может... У кого-то голова начинает болеть. Да, все это на разную температуру, на разные метеоусловия может указывать. Где правда, где истина? Истина где-то рядом. Где-то там надо говорить. Ну что, ты не смотрела сериал, что ли? Там так говорили, где-то рядом. Где-то там. Где-то там. А вот наш коллега Андрей Грибов где-то тут. Да, где-то тут. Уже вот он, вот он, вот он, на мультиэкране с нами на связи. Андрей... Вот у него как раз и спросим. Да, еще раз тебе доброе утро. Расскажи, пожалуйста, какая же погода будет-то на этой недельке. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Перед тем, как расскажу точные цифры от синоптиков, немножечко моих любимых примет в сентябре. Вот, например, листопад проходит скоро. Зима будет холодная. Ну, как видите, вроде листья не собираются у нас опадать. Еще одна примета. Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед Рождеством. Если честно, желудей я вообще не нашел. Ну, в принципе, как и дубов. Ничего нету рядом. Ну и моя любимая. Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима ранняя. А если понизу, то долгая зима будет. Муравьи по верхушкам. Серьезно. Ну ладно, я за ними следить не буду. Лучше расскажу вам точную погоду в Красноярском крае. Начнем с северных районов. Там, в Норильске и в Дудинке, дневные температуры будут подниматься до плюс 8 градусов. Ночью плюс 2, плюс 4. И все это будет сопровождаться небольшими дождями. В Хатанге же температура будет чуть-чуть поменьше. Там днем до плюс 5 будет всю неделю, а ночью так вообще минус 2. Небольшие дожди, а иногда даже небольшой снег. Переезжаем в южные районы. Там, в Минусинске, будет днем до плюс 15 на этой неделе. Ночью плюс 9 и небольшой дождь. А в Идринском и Новоселово примерно одинаковая погода. Будет всю неделю стоять до плюс 13. Днем будет подниматься температура. А ночью плюс 4, плюс 7. Все это также будет сопровождаться небольшим дождем. В Центральных районах у нас, а именно Вачинский, днем плюс 13 будет всю эту неделю. Ночью плюс 5, плюс 9. Также все с небольшими дождями. А вот в Железногорске и Зеленогорске дождей не ожидается. Просто пасмурная погода. Температура максимум плюс 12. Ночью плюс 2, плюс 3 градуса. Ну и о погоде в Красноярске. Уже с завтрашнего дня, со вторника и по четверг. В нашем городе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха не будет превышать плюс 12 градусов. Ночью плюс 5. В пятницу будет пасмурно, без осадков. Плюс 11 днем, плюс 2 ночью. А на этих выходных, в принципе, можно будет еще погулять и застать последнее осеннее тепло. Потому что там обещают ясные солнечные деньки с температурой воздуха плюс 13 градусов днем и плюс 5 ночью. Вот такая погода, друзья. В принципе, жить можно. Главное, по погоде одевайтесь и утепляйтесь. Ведь, как гласит главная осенняя примета, если человек днем идет с курткой в руках, значит, утром было прокладно. Ну а прямо сейчас мои коллеги в студии вам расскажут погоду на сегодняшний день. Коллеги, вам слово.